Сегодня я пойду устраиваться на работу, где нужно просто смотреть YouTube весь день, и тебе платят за это 5 тысяч в день. Да это развод. Чего это ты так решил? Может быть не каждый способен целый день смотреть YouTube? Ну как твое собеседование? На собеседовании высоко оценили мои способности и взяли на работу. Как же они оценивали твои способности? Попросили посмотреть часовой ролик на YouTube, и я справился. Теперь мне каждый день нужно просто 8 часов смотреть YouTube, и будет 5000 капать, прикинь? Что-то тут не так. Ну, есть некоторые нюансы. Что, нужно 10 часов подряд смотреть клипы российских рэперов? Не, меня просто смутило, что контракт на 5 лет, и если я захочу уйти раньше, то я обязан найти преемника, или вернуть все, что мне заплатили. Если что, я буду преемником. Алло, Вань, ты не хочешь за меня поработать ютюбером? Чего ты так сваливаешь? Это шоколадное место. У меня мама умерла. Блин, Колян, мне очень жаль. Приезжай срочно ко мне переоформлять контракт. Здорово, говори, где подписывай. Вот здесь, снизу, и в конце твоя подпись. Только быстрее, пожалуйста. Готово. А, чего это ты так нервничаешь? Да тут такое дело, тебе прямо сейчас нужно начать смотреть, и скоро придет инструктор. Так, Николай, вы передали свою должность Ивану? Да, передал, вот его подпись. Хорошо, Николай, вы можете быть свободны. Спасибо, Анна Александровна. Все, я пошел. Алло, мамочка, все хорошо, я свободен. А, а у него что, мама жива? А, он, значит, один из тех, кто хитростью переманил вас. А зачем ему хитрить, чтобы передать мне должность? Вы что, не платите 5000 рублей? Еще как платим. Надо смотреть клипы российских рэперов? Нет, ты будешь смотреть только то, что хочешь. Пошли, я тебе покажу твое рабочее место. Мы вышли, сели к ней в машину, и она отвезла меня в огромное высотное здание. А там были бесконечные ряды с компьютерами, за которыми сидели люди и смотрели YouTube. Вот, пожалуйста, твое место, начинай. А вот это нужно будет сдать. В смысле? А ты что, не считал контракт? Нельзя отвлекаться ни на что. Хм, ну ладно. Я стал рассматривать все вокруг. Интересно, сколько здесь вообще людей? Курапов, тебе добавляется 10 минут к дневному просмотру. Почему это? Ты 10 минут питал в облаках и не концентрировался на ролике. Движение твоих глаз отслеживается веб-камерой. Ну ладно, что же на этот раз сделать, Влад А4? Ага, песок в рот. Вроде бы осталось еще пару минут. Пссс, эй, сколько ты здесь уже? Никогда не отвлекай меня. Пожалуйста, не добавляйте мне 10 минут, я не виноват. Это он меня отвлек. Ты полностью виноват. Ты мог не отвлекаться. А криком ты отвлек еще несколько сотен сотрудников. Поэтому штраф еще один час. А ты, Курапов, тоже получаешь еще один час. За отвлечение сотрудников. Да это первый мой рабочий день, сделайте поблажку. Курапов, еще плюс один час. Так, где там клипы русских рэперов? Спустя 2 часа я закончил работать, и тут же мне пришло смс о пополнении на 5000 рублей. Твердо решил, что завтра никуда не пойду. Но наутро меня разбудил звонок. Каждая последующая минута опоздания будет равна одному дополнительному часу просмотра YouTube. Я никуда не пойду. Смотри, не пожалей о своем решении. И что вы сделаете, отберете у меня 5000? А ты, видимо, не весь контракт прочитал, верно? Вот это я попал. Увольте меня с работы, пожалуйста. Ты всегда можешь разорвать контракт. Ты его, кстати, прочитал? Да. Если я досрочно разорваю контракт, то вы высылаете моей маме записи с веб-камеры моего ноутбука, когда я оставался один в комнате. Там еще будет параллельная трансляция того, что происходило на экране твоего ноутбука. 58 часов. Да не мог я столько. Эта запись всего лишь за последний год. Ты, главное, помни, что каждая минута твоего опоздания приравнивается к дополнительному часу просмотра видео в YouTube. Сегодня, например, ты уже непрерывно должен смотреть YouTube 24 часа. Я заказал такси и уже через 10 минут был за своим рабочим местом. Иван Курапов, 34 часа просмотра видео в YouTube и ты свободен. Вы мне хоть доплатите? Нет, только 5 тысяч. Вечером я купил специальные очки для студентов с имитацией глаз, чтобы можно было спать на парах. Пришел на работу, одел очки и... Иван, я смотрю, сегодня ты в очках. Что случилось? Зрение села столько смотреть YouTube. Вы сегодня лучший по фокусировке на видео. Тебе полагается поощрение на один час меньше. Спасибо. Да, кстати, за то, что отвлекся и стал разговаривать со мной плюс 5 минут. Вы же первые начали. Тебе нужно было просто послушать и не отвлекаться, а ты вступил в дискуссию со мной, отвлекая рядом сидящих людей. Да чтоб тебя! Плюс еще один час. Итого поощрение нивелируется. Перестаньте мне накидывать часы! Вот будешь на моем месте, поймешь, почему я не могу перестать накидывать часы. А что, можно как-то получить вашу должность? Нужно лишь один месяц выполнять свою работу без штрафов, и ты станешь инструктором, как я. Я пытался быть вежливым, выслужиться и смотрел целый день YouTube вот в таких очках. Это обеспечивало максимальную фокусировку на видео, потому что веб-камера отслеживала движения зрачков, а когда они неподвижны, значит фокусировка максимальная. Иван Курапов, подойдите к руководству. Тебе будет доверена группа 100 человек. Если все из них выполнят свой план в 8 часов просмотра видео YouTube, ты получишь 10 тысяч рублей в день. Но если ты сможешь каждого из них заставить смотреть 14 часов YouTube, ты получишь 25 тысяч за день. Вау! Но помни, если кто-то сбежит или выпрыгнет из окна, ты получишь штраф. Какой штраф? Это секретный штраф. И что это за секрет? Поверь, лучше бы тебе не узнавать об этом секрете. 25 тысяч, значит? Ладно, давайте свой контракт. Тебя что, ничему жизни не научила? Ты опять подписываешь, не глядя? Да вы что, серьезно что ли? Он что, на 10 лет? Через 10 лет получай 25к. Представь, ты выйдешь отсюда миллионером. Хорошо, ладно. Я ваш новый инструктор, меня зовут Иван Курапов. Предлагаю поработать 14 часов. С какой стати? Мы же ничего не нарушили. Вы все только что отвлеклись и начали кричать. Плюс 3 часа. Там же за крик всего по часу добавляли. За продолжение крика еще плюс 3 часа. Вот и получаем те же 14. Мне нравится эта работа. Всем внимание, только что один человек выпрыгнул из окна. Ему оставался всего лишь один год. Инструктору Курапову срочно пройти к руководству. Ну что, Иван, ты в курсе, что это был твой дерганый сосед по компьютеру? Боже, что я наделал? Ты готов получить штраф? Сотрудник выпрыгнул из окна, потому что ты заставил его работать 14 часов. Да его работа заключалась в том, чтобы смотреть YouTube целый день и получать 5000 рублей в день. Это не так просто 8 часов смотреть YouTube, не отрывая взгляд. Но вы же сами говорили, что если я заставлю их работать по 14 часов, то я буду получать по 25 тысяч в день. Да, говорил, но не заставлял тебя принимать это решение. Хватит болтовни, приступим к наказанию. Во-первых, у тебя спишутся все деньги, которые недозаработал сотрудник за этот год. А это миллион восемьсот. Ну и ладно. Ты должен будешь отработать свой пятилетний контракт без оплаты. Да пошли вы! Не забывай, что у нас есть видеозаписи с веб-камеры твоего ноутбука, когда ты оставался один в комнате. Маленький любитель животных. Весь следующий месяц я работал бесплатно. Но как-то раз я подумал, а что если я куплю такую же балаклаву и приду на час раньше на работу? Ой, Игорь Петрович, а что это вы сегодня так рано? Да просто я работу люблю. Можете связать меня с руководством? У вас все хорошо. Вы и есть руководство. Я вчера неудачно ванну принял, поскользнулся и стукнулся затылком. Можете мне помочь разобраться с текущими делами? Сегодня вам нужно будет сдать отчет, на каких видео был фокус больше. А зачем мы это все делаем? Чтобы более интересные видео выдавать в рекомендациях. Вроде же это нейросети делают. Вы, кажется, крепко стукнулись. Нейросети это миф. Весь контент в рекомендациях подбирается людьми для людей. Во время всего ролика глазные яблоки должны находиться в изображении, не блуждать. Если они часто выходят за пределы ролика, ролик неинтересный. Сколько нам за это платит YouTube? Вот за прошлый месяц нам заплатили 2 миллиона. Рублей? Вы совсем что ли? Каких еще рублей? Я слова-то такого не знаю. Я тут вспомнил, что мне одному партнеру деньги нужно перевести. А перевести вам нужно всю сумму? У вас скопилось 600 миллионов. Переводите все. Мне пришло сказочное уведомление о поступлении 600 миллионов долларов. Кстати, у нас же есть сотрудник Иван Курапов. Так вот, он разрывает контракт, я бы хотел слить ему видео. Да, вот аккаунт на Google Дис, там компроматы на всех. Я удалил все видео и поменял пароль на свой. Сегодня я решил закрыть компанию. Вы все с этого момента абсолютно свободны. Вы уволены. Э, у меня же три кредита. Так я вообще ипотеку взяла. Боже, чем я буду кормить своих троих детей? Сотрудники начали крушить все вокруг. А еще на мониторе видеонаблюдения я заметил, как идет настоящий начальник. И через секунду вся разъяренная толпа набросилась на него и стала колотить. После того, как толпа разбежалась, на полу остался обездвиженный Игорь Павлович. Я снял балаклаву и вышел из кабинета руководства. Звук бьющегося стекла вообще не прекращался. Мимо меня побежал один из сотрудников. Постой, а почему все недовольны? Мы же свободны. Да какая нахрен свобода? Нам 5000 рублей в день платили. За просмотр Ютуба. Многие здесь по 4 года работают и так деградировали, что дорогу домой с трудом находят. Кем они сейчас станут? Ну можно менеджером в любой офис пойти работать. Так в офисе ты тоже будешь смотреть в монитор целый день. Только платят там 2000. Действительно, что же я натворил?